«Селективные БТ-1 адреноблокаторы. Проекция успешных решений от многих болезней». Докладывает Галина Владимировна Щелкова, кандидат наук, старший научный сотрудник кардиологического центра имени Чазова и одновременно сотрудник нашего медицинского бюро, которым занимается дистанционной медицинской помощью. Я надеюсь, что мы услышим и про это тоже в вашем докладе. Пожалуйста, я из эфира, с вашего позволения, выходим. Добрый вечер, уважаемые коллеги, Павел Андреевич. Поговорим сегодня и в данный момент о селективных БТ-адреноблокаторах и какое место они занимаются в современной кардиологии. Начну свой доклад с небольшого экскурса в физиологию. Напомню вам, что приоритетной точкой воздействия БТ-блокаторов является в основном это БТ-1 и БТ-2 адренорецепторы. БТ-1 адренорецепторы располагаются преимущественно в сердце и в югстогламулярном аппарате почек. БТ-2 рецепторы находятся в гладких мышцах бронхов, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. От воздействия на БТ-1 и БТ-2 рецепторы определяются основные действия и побочные эффекты препаратов группы БТ-адреноблокаторов. Побочные первые БТ-адреноблокаторы появились в начале 60-х годов XX века. Это были неселективные БТ-адреноблокаторы, наиболее популярный из которых был пропронолог. Он и сейчас используется в клинической практике. За счет блокады БТ-2 адренорецепторов он обладает большим количеством побочных эффектов, таких как сухость во рту, диарея, окружение, нарушение зрения, бронхоспазм, сексуальная дисфункция. Основным этапом в развитии БТ-адреноблокаторов была направленность на разработку формулы селективных БТ-адреноблокаторов, которые блокировали именно в БТ-1 адренорецепторы и тем самым были избавлены от большинства побочных эффектов. И в конце 70-х годов на рынке появились первые селективные БТ-блокаторы, метапролол и атонавол. Однако хочу напомнить, что препараты, несмотря на свою селективность, в высоких дозах способны также блокировать БТ-2 адренорецепторы, и тем самым у них проявляются те же самые побочные эффекты, что и у неселективных препаратов. И следующим этапом развития БТ-блокаторов в фармакологии было создание препаратов с дополнительными свойствами. Это сосудорасширяющая активность. Сюда входят два класса препаратов. Селективный БТ-1 адреноблокатор и небивалол, который обладает НО-зависимой воздиватацией, и неселективный БТ-блокатор, БТ-1-2 блокатор и альфа-адреноблокатор, кардидилол и лобитолол. Блокаты БТ-1 рецепторов в сердце приводят к снижению частоты сердечных сокращений, сократительной способности миокарда и, как следствие, потребности миокарда в кислороде. Клинически это проявляется антиангинальным эффектом и гипотензивным эффектом. Воздействие на югстагломерлярный аппарат почек бета-блокаторы приводят к снижению уровня ангиотензина-2 и альбестерона. Тем самым выделяется большее количество натрия с мочой и большее количество воды из организма. Также бета-блокаторы снижают активность симпатической нервной системы и увеличивают чувствительность баррореприкторной зоны. Клинически это проявляется гипотензивным эффектом. Антиаритмический эффект бета-блокаторов реализуется за счет снижения проводимости и возбудимости миокарда. Снижение артериального давления. Какое же тут место занимают в настоящее время бета-адреноблокаторы? Длительное время данный класс препаратов критиковался и даже в какой-то этап времени был исключен из первой линии препаратов для лечения гипертонии. Критика бета-адреноблокаторов связана с тем, что они могут провоцировать развитие сахарного диабета у пациентов с метаболическим синдромом. Напомню вам, что метаболический синдром – это ожирение, когда окружность талии у женщин более 80 см, у мужчин более 94 см. И наличие двух дополнительных критериев, таких как гипертоническая болезнь, повышение липопротеидов низкой плотности, 3 глицеридов, нарушение гликемии натощак. То есть такие пациенты довольно-таки часто в практике кардиологов и терапевтов и назначение у них бета-блокаторов приводит к развитию сахарного диабета, что было показано в данном крупном метанализе, включающем 22 клинических исследования. На графике можно увидеть, что бета-блокаторы в данном метанализе показали себя даже хуже, чем прием плацебо. То есть эти препараты не только снижали давление, но оказывали отрицательный эффект на метаболические процессы в организме. Резюме данного исследования было такое, что гипотензивные препараты в зависимости от их влияния на факторы риска у пациентов с сахарным диабетом располагаются следующим образом. Блокаторы рентген-ангиотензиновой системы и ингибитора АПФ стоят на первой линии. Затем это блокаторы кальциевых ланалов и плацебо препараты, и уже только потом препараты бета-блокаторы и диуретики. Однако стоит обратить внимание, что в данном метанализе оценивалось в основном от аналогов, а полученные результаты были экстраполированы на весь класс бета-адреноблокаторов. Тем не менее, чем выше селективность бета-блокаторов, тем меньше он не оказывает влияние на углеводные и липидные обмены веществ. Смотрите на этом графике. Например, селективность бета-адреноблокатора практически в два раза выше селективности от аналола. Следовательно, неуместно экстраполировать полученные результаты на весь класс препаратов и на все препараты. И какая высокая селективность у небивалола? Вряд ли он будет вызывать такие же воздействия на метаболические процессы, как и тот же самый аналол в метанализе. Положительное влияние селективных бета-адреноблокаторов. Напомню немножко подокинез вам. Неселективные и частично селективные бета-блокаторы, блокируя рецепторы, вызывают повышение сосудистого сопротивления в организме, снижение периферического кровотока и в том числе в мышцах и в жировой ткани, что приводит к снижению утилизации глюкозы, повышению ее концентрации в крови и развитию инсулинорезистентности. А снижение активности львопротеин-липазы ведет к повышению уровня липидов в крови. Небивалол, как представитель высокоселективного класса с дополнительной НО-посредованной базой глиотации, наоборот, вызывает расширение сосудистого сопротивления, улучшение утилизации глюкозы и активности липазы, следовательно, снижение уровня гликемии крови и липидов в крови. Что нам говорят современные рекомендации по поводу приема бета-адреноблокаторов и пациентов с гипертонией. В клинических рекомендациях по лечению артериальной гипертонии у взрослых 2022 года, которая была создана под эгидой Российского кардиологического общества и Российского научного медицинского общества терапевтов, есть такая фраза. У физически активных пациентов и при наличии у них метаболического синдрома нарушение толерантности глюкозы рекомендованы бета-блокаторы с вазодилактирующим эффектом, которые не оказывают отрицательного влияния на метаболизм инсулина и углеводов. В июне этого года, буквально несколько месяцев назад, вышли новые европейские рекомендации по лечению артериальной гипертонии. Небольшое внимание уделялось бета-адреноблокаторам. Были пересмотрены места бета-блокаторов в лечении артериальной гипертонии. И вот видно на слайде пять основных классов лекарственных средств, которые включают в том числе и бета-блокаторы для лечения артериальной гипертонии. Более того, бета-блокаторы теперь можно назначать как в начале терапии, так и на любом этапе терапии, как самостоятельный гипотензивный препарат. Также в этих рекомендациях прописаны отдельные состояния, при которых рекомендуется назначение бета-адреноблокаторов. Давайте посмотрим на эти состояния и рекомендации. Бета-адреноблокаторы при артериальной гипертонии рекомендуется также назначать пациенту при ишемической болезни сердца в качестве антишемической терапии, при постинфарктном кардисклерозе для лечения аритмии, стенокардии, хронической сердечной недостаточности, ревоскулизации миокарда, при остром коронарном синдроме, при хронической сердечной недостаточности со сниженной и сохранной фракцией выбросов при ИБС, при тахикардии. Бета-блокаторы показаны при лечении фибрилляции предсердия как в качестве контроля ритма, так и при практике нарушения ритма. Бета-блокаторы назначаются женщинам детородного возраста, планирующим беременность и во время беременности. И в рекомендациях прописаны отдельные состояния, при которых желательно назначение бета-адреноблокаторов. Это артериальная гипертония с частотой выше 80 ударов в минуту. Впервые в рекомендациях по артериальной гипертонии прописано значение ЧСС, к которому следует стремиться. Бета-блокаторы предпочислены при назначении экстракрадиальных операций, при избыточной реакции артериального давления на физическую нагрузку и на стресс. Очень интересная рекомендация, поскольку стресс мы испытываем постоянно. Физические нагрузки у нас довольно-таки часто. И причем то мы сидим на месте, то испытываем повышенные физические нагрузки, которые сопровождаются повышением артериального давления. Бета-блокаторы показаны при гиперкинетической кардиальном синдроме, постуральной ортестатической тахикардии, ортестатической гипертонии, состоянии, которые часто сопровождают пациентов пожилого возраста. Атеросклероз периферических артерий, хобл. Напоминаю, что хобл не является противопоказанием при приеме бета-блокаторов. Глоукома, тиреотоксикоз, гипертиреоз, мигрень, отдельное заболевание, показанием которого являются бета-блокаторы. Эссенциальный трем, тревожное состояние, посттравматический стресс, опять-таки состояние, сопровождающееся активацией симпатической нервной системы, портальная гипертензия. И еще раз хочу напомнить, что бета-блокаторы могут быть использованы как в монотерапии, так и на любом этапе комбинированной терапии. Бицепролол – всем хорошо известный и часто назначаемый селективный бета-адреноблокатор. При сомнении с небивалолом гипотензивный эффект в данном исследовании, что у одного, что у другого препарата, был уже сопоставим через две недели приема и сохранялся до конца исследования. При этом при сравнении побочных эффектов в каждой группе, в группе небивалола, побочных эффектов было в значительное количество раз зарегистрировано меньше. Сравнением небивалола с плацом был пациент со второй степенью артериальной гипертонии, то есть при гипертонии, при которой уже назначается комбинированная терапия, прием небивалола достоверно приводил к снижению систолического и диастолического состояния, а побочные эффекты были сопоставимы в группе небивалола и плацом. Таким образом, небивалол хорошо себе зарекомендовал в составе комбинированной антигипертонзивной терапии. И хочу обратить ваше внимание, что помимо снижения систолического и диастолического давления, что является основной направленностью гипертонзивной терапии, небивалол приводил к значительному снижению частоты сердечных сокращений. Назначая лечение, мы часто забываем, мы стремимся повлиять на факторы риска, снизить давление, но часто забываем о таком показателе, как частота сердечных сокращений, а довольно-таки зря. Посмотрите на результаты длительного крупного исследования, проводившихся 23 года. У пациентов, у которых частота сердечных сокращений была 60-64 удара в минуту и выше, у данных пациентов было значительное увеличение смертности, как общей смертности, так и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому такой показатель, как частота сердечных сокращений, игнорировать никак нельзя. И результаты Фроменгемского исследования. показали, что при увеличении частоты сердечных сокращений значительно возрастала смертность от всех причин, независимо от пола. Посмотрите на верхнюю кривую, которая сплошна. Это мужчины старше 65 лет. Насколько у них возрастает риск смертности при увеличении частоты сердечных сокращений? Практически в 2-3 раза. Проглассическое значение ЧСС также было доказано в другом исследовании, которое проводилось в 52 странах. Показалось, что физиологический фактор, который включал стресс и длительный стресс, был независимым фактором развития инфаркта миокарда, несмотря на такие состояния, как ожирение, сахар, диабет, курение, гипертония. Напомню, что целевые значения частоты сердечных сокращений у пациентов с ишемической болезнью сердца 55-60 ударов в минуту при артериальной гипертонии четко не прописано, но указано, что при повышении давления выше 80, спросите, пульс выше 80 ударов в минуту, следует уже назначать бета-блокатор в качестве ритма урежающей терапии, при фибрилляции предсердий стремиться к частоте сердечных сокращений менее 110 ударов, а при жестком контроле пульса менее 80-90 ударов в минуту. Если частота сердечных сокращений играет такую высокую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, нелогично задаться вопросом, как часто врачи в своей практике достигают данных показателей. И оказывается, что это встречается довольно-таки нечасто. Наблюдательное исследование, проведенное в России, показало, что только в 15% случаев удается достичь целевого результата артериального давления. Почему же это происходит? Возможно, с тем, что врачи боятся назначать большие дозировки бета-блокаторов, боясь побочных эффектов. Возможно, что пациенты не доходят повторно до врачей, либо приходят уже поздно, когда надо уже подключать дополнительные препараты. В данном случае можно воспользоваться современными технологиями, к которым относится медицинское бюро Павла Воробьева, которое использует дистанционное наблюдение. Однократно оплатив консультацию, пациент подключается к онлайн-чату, в котором в течение недели находится на связи с врачом. Очень удобно, не надо выходить на улицу, не надо никуда ходить, телефон у всех всегда под рукой. Итак, бета-блокаторы при стабильной ишемической болезни сердца, как упоминала, назначаются в качестве анти- ишемического терапии, ритмурежающей терапии. И согласно последним рекомендациям, при стенокардии первого-второго функционального класса рекомендуется назначаться как препараты первой линии, а при третьем-четвертом функциональном классе обязательных назначений в комбинированной терапии. У пациентов с ишемической болезнью в сердце селективный бета-блокатор с НО-посредной базой диатации не только оказывает антишемический эффект, гипотензивный эффект, снижая частоту, но и тем самым улучшая прогноз сами пациентов, но и снижает толерантность к нитрату, и потенцирует их действие. Не стоит забывать об этом важном факте, особенно у пациентов высокого функционального класса. Интересные результаты были получены у пациентов с эректильной дисфункцией. Напомню, что развитие эректильной дисфункции является одним из побочных эффектов неселективных бета-блокаторов. Небывалол уже в свою очередь оказывает, на графиках он изображен черными и белыми треугольничками, способствует улучшению эректильной дисфункции у мужчин при сахарном диабете и усиливает действие ингибиторов фосфодиэстераза пятого типа. Бета-блокаторы при нарушении ритма сердца назначаются в качестве антиритмической терапии. При фибрилляции, трепетании предсердия назначаются как для профилактики фароксизма, нарушения ритма фибрилляции, перепитания, так в случае выбора тактики контроля частоты для снижения пульса. Назначаются при желудочковых экстрасистолах для лечения, при желудочковых экстрасистолах и при других наджелудочковых тахикардиях. При этом стоит отметить, что у бета-блокаторов, назначая при нарушениях ритма, есть довольно-таки большое количество противопоказаний. Это син от реальной блокады, слабость синуса узла, АВ блокады второй-третьей степени. Болезнь принц-метала, непереносимости бета-блокаторов, пульс низкий, поскольку бета-блокаторы снижают пульс. Ну и как часто бывает, при нарушениях ритма противопоказанием к бета-блокаторам является гипотония менее 100 ударов в минуту. Селективные бета-блокаторы при лечении хронической сердечной недостаточности. Обратите внимание, какие маленькие дозировки назначаются на старте терапии пациентам с хронической сердечной недостаточностью. В данных случаях таблетки приходится делить на 3, на 4, иногда на 6 частей, чтобы добиться маленькой дозы, поскольку пациенты при ХСН часто сопровождаются гипотонией и что ограничивает назначение бета-блокаторов. Согласно рекомендации, пациентам с хронической сердечной недостаточности нельзя не назначать бета-блокаторы, они значительно улучшают у них прогноз. Компания Микролапс выпустила препаратную билонку в уникальных дозировках, в том числе и 2,5 мг, что улучшит приверженность, легче прием у данных пациентов и подбор терапии, что легче и пациентам, и врачам. И подведем итоги применения бета-блокаторов в современной кардиологии. Бета-блокаторы показаны пациентам с артериальной гипертонией на любом этапе терапии, как самостоятельно, так и в составе комбинированной терапии, согласно последним рекомендациям. Бета-блокаторы назначаются пациентам с ишемической болезнью сердца для уменьшения нагрузки на сердце при вращении приступов стенокардии и улучшения прогноза, при хронической сердечной недостаточности для улучшения прогноза, при нарушениях ритма, как для профилактики пароксизмов и нарушения ритма, так и для контроля чистоты. И отдельно я повторила слайд дополнительные состояния, при которых показано назначение селективных бета-адреноблокаторов. Для контроля чистоты при гипертонии, при стрессах, длительных стрессах, тревожных состояниях, посттравматический синдром, избыточные реакции давления на физическую нагрузку, ортостатической гипертензии, постуральной ортостатической тахикардии, хобы, глаукомы, тиреотоксикоз и гипертиреоз. И в заключение я хотела представить вам портреты пациента для назначения селективных бета-адреноблокаторов. Это мужчина способного возраста с наличием факторов рисков, таких как ожирение, гипертония, дислепидемия, испытывающие регулярный стресс на работе, дома, в пробках. Как следствие, чаще всего повышение артериального давления, развитие ишемической болезни сердца и эректильной дисфункции. Таким пациенту в первую очередь следует назначать препараты, обладающие инотзависимой базой дилатации, не билонг. Все, спасибо. Неожиданно закончили прямо раз и все. Так, значит, тут был вопрос про Лер Канни-Дипин. Но это не пима сегодняшнего обсуждения, поэтому я этот вопрос позволю себе пропустить. Можно ли тетровать дозу бета-блокаторов на фоне ранее назначенных пациент кипериндоприлы и амлодипина или нужно ли их отметить и тетровать по давлению бета-блокатора отдельно, а потом возвращать те два препарата? Ну, нет. Отменять ничего не надо. Если пациентам показан прием ингибиторов АПФ и блокаторов кальций-каналов, то бета-блокаторы, скорее всего, здесь назначаются уже как дополнительный препарат. И тетрование происходит именно на фоне уже принимающей терапии, чтобы откорректировать дозу, и чтобы в последующем не было резкого снижения давления и гипотонии. Нет. Отменять препараты не надо. Ну, и мы говорим о препарате, который имеет хорошие, так сказать, показатели с точки зрения тетрования дозы, потому что он выпускается в разных формах, в том числе в малых дозах, что очень существенно как раз для тетрования, для подбора дозы. Но вообще общая тенденция все-таки назначать один, добавлять второй, да, если мы говорим про гипертонию, потом там третий, и так далее не отменять все и начинать сначала. Так, допустим ли прием кроводилола и небивалола при бронхиальной астме? Да, данный препарат является высоко селективным, и бронхиальная астма уже не является абсолютным противопоказанием у данных пациентов. Но я бы отметила, что если у пациента тяжелое течение бронхиальной астмы, а ему все-таки показан по жизненному необходимости приема бета-блокаторов, начать с маленькой очень дозировки и под контролем функции внешнего дыхания. То есть сначала при функции внешнего дыхания назначить препарат и через 2-3 дня повторно оценить функцию внешнего дыхания. По секрету вам скажу, что функция внешнего дыхания у астматиков не меняется никогда. Поэтому можно ее оценивать, можно ее не оценивать. Это не показатель эффективности той или иной терапии или неэффективности. Ну, у нас пульмонологи рекомендуют... Ну, рекомендую этот бессмыслиться. Мы просто пытались по функции внешнего дыхания что-то определять. Ничего не получается. Абсолютно бессмысленный показатель. С точки зрения диагноза, да. Но с точки зрения какого-то контроля за какой-то динамикой ничего не работает. Ну, это так я просто свое мнение. Еще вопросы, друзья. Ну, поскольку у нас... Пока вы еще думаете, может быть, что-то придумаете. Поскольку у нас сегодня некоторым образом о памяти Андрея Ивановича заседание, то я не могу не вспомнить о том, что у Андрея Ивановича есть книжка кардиологии, которая была издана 4 раза за все эти годы. И последние 2 раза я там принимал активное участие в ее написании. И там примерно половина книжки посвящена проблеме терминктерической кардиопатии. Это та болезнь, которую Андрей Иванович описал, выявил. И, в общем-то, очень много сделал для того, чтобы она прижилась. Ну, кардиологи, я даже не буду вас спрашивать, эту болезнь не знают, считают, что ее не существует. Половина этих больных приписывает сегодня к инфаркту миокарда. Типа НИКУ инфаркт, на самом деле, это плюминктерическая кардиопатия. Но важно другое, что основное лечение, которое было предложено у этих больных, а это 1973 год, на минуту, что это не вчера, было это лечение с применением бета-блокад. Тогда это называлось анапрелином, сейчас это носит название пропронолола. Ну, у нас тогда не было большого количества препаратов, и мы пользовались торговыми наименованиями в основном, потому что он был одним. Но это действительно снимало симптоматику. Когда вы говорите там про стресс, про какие-то еще вещи, какие функциональные, я бы сказал, да? Так вот, именно на климктерической кардиопатии было показано, кстати, там тахикардии полно этих больных, было показано очень благоприятное влияние на течение, ну, вот такой довольно странной, смешанной патологии, которая бывает, на самом деле, дисгормональная кардиопатия, потому что она встречается и у молодых, связана, бывает, и с менструальным циклом. То есть это гормональная перестройка любого происхождения, может приводить к появлению этих симптомов, дисгормональной кардиопатии, и, соответственно, тоже лечится бета-блокаторами. Вот, так, тут еще вот вопрос. Можно ли принимать бета-блокаторы через день? Можно даже раз в неделю, только нужно ли? Да, действительно, бета-блокатор нет. У них одна-вторая, то есть время полуведения, ну, бета-блокатор, с правилом самым большим, это 23 часа. Поэтому, если принимаете цену через день, у него просто эффект на следующий день уже нет. Потом вы опять назначаете, и получается кривая, то вверх, то вниз, концентрация препаратов крови. Поэтому бета-блокаторы, они принимаются ежедневно, а некоторые препараты, бета-блокаторы, назначаются даже два раза в день. Ну да, ведь это дозозависимый эффект. Тут же абсолютная химия, насколько я понимаю, да, тут же нет какого-то такого опосредованного влияния. Дали, получили. Это железо можно принимать раз в три дня. Правда, не будет эффекта, но принимать можно. Препараты, которые оказывают влияние за счет своей концентрации, а сердечно-сосудистые препараты, они все работают на концентрации, они все применяются строго по тем рекомендациям, которые написаны в инструкции. Не надо тут валять дурака. Мочегонные можно принимать через день, через два, раз в неделю. Разные существуют схемы применения мочегонных, но у вас эффект разовый, да, то есть вы приняли, у вас моча отделилась, вы можете пойти погулять. А когда у вас препарат должен быть в крови, чтобы обеспечивать снижение давления или убрать тахикардию, ну как вы будете через день принимать это? Бессмысленно здесь. Накопительный эффект может быть суммарно накопительный, но это не значит, что его можно принимать по каким-то другим схемам. Так, еще какие вопросы? Показаны блокаторы на артериальное давление 70 на 40? Нет. Противопоказание для бета-блокатов уделяется снижением давления менее 90, и при давлении 70 на 40 нет. Тут надо уже разбираться, откуда такое давление. Ну, например, постковидный больной. Я напомню, наше с вами развлечение. У них же бывает ботония. Да, да, тогда лечим основное заболевание сначала, и когда уже пациент идет на поправку, тогда уже назначаем бета-блокатор. Нет, при давлении 70 на 40 назначим бета-блокатор, давление снизится до 60, при давлении 60 с историческим ухудшается перфузия почек. Мы получим больше осложнее, чем польза. Есть ли у беспролола и невиболола синдром отмены? Как у всех бета-блокаторов, да, есть, но из-за того, что это высокосерективные бета-блокаторы, синдром отмены проявляется при высоких дозировках. При небольших дозировках его не будет. Так, еще вопросы. Кстати, это была большая проблема при назначении парапаронолола, потому что у него синдром отмены бывал выражен и довольно неприятный. Но сейчас на самом деле это уже не так значимо. Так, есть ли опыт применения у ПУАК, у детей, несмотря на противопоказания? Ну, это я могу сказать, да, есть. У нас мы спокойно применяем. Ну, естественно, мы дозу контролируем с точки зрения веса. То есть мы считаем, что обычная доза, там, если мы говорим, эликвиз 5 миллиграмм два раза, от 50 до 100 килограмм. Соответственно, вниз мы уменьшаем, вверх массы тела увеличиваем. Вот. У беременных может ли быть использование, использование, я так понимаю, без паралола? Да, скорее всего, без паралола. Да, бета-блокаторы и высокосерективные возможно использовать при беременности. Так. Ну, хорошо, тогда мы, наверное, на этом остановимся. Поблагодарим. Галина Владимировна за доклад. У нас с вами еще такая тема, как... А вот при лактации люди не останавливаются, смотрите. Все надо. Про лактации скажу я гадливо. Можно. Высокоселективно разрешается. Спасибо. Разрешили. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова